Это мы потом будем говорить, я просто буду вам говорить от картинки к картинке, что будет и в какой последовательности. Он мне будет напоминать, какая картина за какой идёт. Значит, пролог. Я вижу так. Мы ходим из зала, и мы слышим звук катера. Когда открывается занавес, зритель должен увидеть. Значит, художник, поскольку Таир Салахов, я с ним имел встречу. У него есть пьеса, и я просил его, чтобы на заднем фоне панорамы был салаховский пейзаж Абширона. Так как действие происходит на Абшироне, морской пейзаж, из которого живьём вылезает на уровне второго этажа. Вы понимаете, стоит станок, и как бы из воды, как бы из моря мы видим переднюю часть катера со штурвалом знаменитым. Почему-то в домах, где жил Максут и Брагимбек, включая дом, на доме правительства, всегда существовал штурвал. Это для него был какой-то важный фактор в жизни. Он всегда хотел, чтобы был штурвал, чтобы можно было ездить по морю жизни, я так понимаю. И мы видим, что за штурвалом стоит герой спектакля, рядом его ближайший друг, и рядом плечом к кучу стоит... Из черешни, Анджи, Вишня. Хорошо, на твою лучше принесу. Тогда персиковая принесу. Только вчера сварила. Гамран Мялин, работой своей секретарши, был доволен. Относился к ней с подчёркнутым уважением и разрешал ей являться на службу, когда этого требуют обстоятельства, по его вызову. То есть, два-три раза в неделю. Всё оставшееся время предметом её забот был её муж Абтандил, бывший ребак и начинающий поэт, который последние 20 лет служил сторожем в поселковом совете. Вот здесь, ребята, вот здесь, ребята, я имею в виду Бибы Ханым и Абтандилы. Вы через ведущего говорите текст автора, с ним общаюсь. Я извиняюсь, а с нами что происходит? Мы исчезаемся от сцены или отстаёмся? Уже исчезаешь? Ты сидишь в кабинете. А, я и сижу. Ну, понятно. Это всё общая сцена. Всё-всё, понятно. Ты уйдёшь, когда эта сцена закончится, да, там она небольшая. Ждёшь чай. Абтандил. Салмана включите, он, видимо. Салман, включи себя. Всё, включу. Салман, говори слова. Да, я говорю всё и говорю. Нет, мы тебя не слышали до этого, да. Ты иногда смотришь, что у тебя выключен звук. Давай. Я говорю, море давно перестал выходить из-за плохого здоровья. Оно резко ухудшилось в одну зимнюю ночь, когда опрокинулась его лодка. Его безназначенном состоянии оказался в ледяной мате. Слово, достижение бесплатного советского здравоохранения, я выздоровел окончательно. Со временем. Со временем. Не пропускаю. Если не считать хромающей правой ноги и приступов бессильной ярости, в которые ты внезапно впадаешь по причинам творческого свойства. Я часто пишу стихи. Но мне они не нравятся. Единственное произведение... Здесь, Саида, здесь, учитывая, что я автора еще не убираю, и этот текст от автора вы говорите автору, то здесь надо сказать, что если не считать... Приступов бессильной ярости, в которые он внезапно впадает. Он. Вместо ты – он. Окей. Внезапно впадает... И вот здесь Салман в ярости рвет свое произведение. Да, в приступе... Если не считать хромающей правой ноги и приступов бессильной ярости, в которые он внезапно вступает... Впадает. А, в которые он внезапно впадает по причинам творческого свойства. Я часто пишу стихи.